Дорогие друзья, вот мы нашли страфарии сине-зеленые. Вот это уже она совсем желтенькая, но по пластиночкам мы видим, что это она. Есть еще сине-голубая. Они очень похожи и по своим качествам лечебным. Ну как лечебным. Да, вот мы видим, что здесь коречка практически нет. Значит, скорее всего, это небесно-голубая страфария. Очень красивый гриб. Кстати, сине-зеленая, как мне кажется, она раньше появляется. А вот это попозже немножко. Гриб вкусный, мне кажется, очень вкусный. Напоминает осенний опенок. Страфарии сине-зеленые плодоносят с августа по ноябрь. Растут они небольшими семьями, редко поодиночке. Их можно найти в лесах любого типа. Страфария является съедобным грибом, но знатоки ее мало ценят и редко употребляют в пищу. В страфарии сине-зеленый и небесно-голубой содержатся вещество, активно тонизирующие нервную систему. Чтобы избавиться от этого эффекта, нам нужно проварить ее минут 15-20. После отваривания воду нужно слить. Попробуем страфарию сине-зеленую. Давненько я ее не пробовала. Сейчас попробуем, что она из себя представляет. Неплохой гриб. Напоминает опенок осенний, соленый, немаринованный. Ну, понятное дело, сюда я не добавляла уксус. Очень даже нормальный, вполне себе гриб. Пока, друзья!